Нес Кафе Расскажем вам о медведе Чака Норриса или пособии о том, как выбраться из запертой машины. Помимо этого, расскажем о том сахар, который помогает худеть. Правда это или вымысел? Еще о том, какой он кофе для богатеев. А также поделимся полезными советами и самыми актуальными новостями. Но сперва несколько слов о дате сегодняшней в истории. 20 сентября 1946 года состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля. На конкурс было представлено 46 фильмов. 11 из них получили награду Гран-при кинофестиваля. От СССР приз получила картина Эрблера «Великий перелом». Золотая пальмовая ветвь, как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. 20 сентября 1934 года родилась София Лорен. Родилась она в Риме. Первая ступенька к славе ее стала победа на местном конкурсе красоты. Это произошло уже в возрасте 14 лет. А в 1952 году София познакомилась с продюсером Карло Понти, который открыл для нее двери в большое кино, а позже стал ее мужем и отцом двоих детей. К середине 1950-х годов Софи Лорен стала признанной звездой и секс-символом Италии. С 1957 года Лорен стала активно сниматься в Голливуде. Ее обаятельная улыбка до сих пор не оставляет равнодушными зрителей. Софи Лорен, кстати, не скрывает своего настоящего возраста. С достоинством несет свой опыт и прожитые годы занимается благотворительностью и пишет книги. Зал славы рок-н-ролла существует уже давно. И за это время успел стать местом легендарным, очень почетным, статусным. О попадании в него очередные легенды рока сообщают с гордостью. Танцевальной же музыки лет столько, сколько и рок-н-роллу. Звезд и легенд в ней предостаточно. Но вот собрать ее представителей в одном месте и наградить их лаврами почему-то до этого, до 20 сентября 2004 года, никому не доводилось. Да, а именно с этого дня, наконец, у легенд диско и техно появилось свое помещение. В Нью-Йорке открылся зал славы танцевальной музыки. Сюда заносят имена исполнителей, сделавших наибольший вклад в развитие танцевальной музыки. Ну а первыми лауреатами зала славы стали Барри Уайт, Донна Саммер и группа Биджиз. На церемонии открытия они официально были признаны легендами. Ну и, конечно же, именинники сегодняшнего дня. Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр. Мы вас поздравляем. В столичном театре Михаил Еминевску сегодня пройдет премьера совершенно нового спектакля. Премьеру «В дни карнавала» знаменитого румынского писателя Иона Лука Караджали сегодня можно будет увидеть в 18.30. Режиссер и сценарист Олексий Виссарион из соседней страны, а роли будут исполнять молдавские актеры. Имя драматурга Иона Лука Караджали хорошо знают в мире искусства. Его оперы называют оригинальными, комедии смешными, юмор которых часто переплетается с трагедией. Творчество писателя ценят в Европе. Несколько месяцев назад Мадрид увидел постановку «В дни карнавала». Как говорят критики, комедия написана талантливо, отражает моральные принципы времен автора, национальный характер и быт. Румынский актер и сценарист Олексо Виссарион называет Караджали одним из главных своих учителей актерского мастерства. Над сценарием карнавала для молдавской сцены работал с особым усердием. Говорит, что успех премьеры во многом зависит от него. С нашими актерами день за днем проводил репетиции. Результат работы в театре теперь с улыбкой называют «карнавалом 21 века». Я нашел отличную труппу людей, которые хорошо работают и хотят совершенствоваться в своей профессии. Я не случайно нахожусь здесь. После создания спектакля «Карнавал» я смело могу назвать этот театр лабораторией творчества. Добиваться успехов, подбирать самый лучший репертуар, стремится и само руководство театра. Показывают здесь то, что актуально, интересно зрителю. Постановки по мотивам Иона Караджали ждали давно. И вот теперь долгожданную комедию наконец покажут. Сначала у нас появилась, как мы думали, наивная, но в то же время отличная идея. Сегодня эта мечта реализовалась. Ион Лука Караджали и Михаил Менецку были не только современниками, но и друзьями. Своим творчеством они восхищали друг друга. Спустя столетия две знаменитости вновь встретились. Драматург, чьи пьесы заставляются дрогаться зрителя, и поэт с глубоким чувством лиричности. Растительное масло полезно априори, в отличие от масла животного происхождения. Правда, какой из растительных масел более полезный? Многие думают, что знают, хотя на самом деле не знают. А между тем, знать о полезных свойствах кукурузного, оливкового и подсолнечного масла весьма важно. Тыквенное и кунжутное, арахисовое и конопляное, льняное, облепиховое, кокосовое или миндальное. Врачи уверяют, растительное масло – настоящий эликсир здоровья. Растительные масла – это продукт переработки растений, и поэтому они имеют прежде всего ненасыщенные жирные гислоты. Они легче усваиваются организмом, они обеспечивают работу нервной системы, они обеспечивают роскошную профилактику онкологических заболеваний, они обеспечивают нас хорошей памятью. Омега-3 дает возможность нам удерживать нормальный уровень холестерина. Вот только мало кто ест на завтрак салат, а куда еще добавить растительное масло придумать сложно. Стоит обратиться к профессионалу. К примеру, повар Алексей Дирков ежедневно делает десятки блюд с использованием растительных масел. Сегодня, например, горькое льняное добавляют в сладкую кашу. Например, льняного масла, которое мы использовали для приготовления каши, мы добавляли мед, который сглаживал нотку горчинки, и ягоды, который добавлял более ароматическую составляющую в это блюдо. Для тех, кто все-таки ест салат, повар рекомендует проявить фантазию и добавить в масло неожиданный ингредиент. Особенно, если надоело привычное подсолнечное или оливковое. Масло можем сделать с перцем, оно будет немножко перченое. Мы добавляем туда трав, оно будет ароматное. Мы добавляем чеснока, оно будет уже пикантное. Употреблять масло можно и отдельно в качестве лекарства. Правда, в таких случаях, чтобы добиться лучшего лечебного эффекта, выпивать по ложечке в день стоит не магазинное, а масло сыродавленное. Наисвежайшее масло, а это основное качество масла растительного, это его свежесть. Соответственно, вот вся польза в данный момент здесь. Чем дольше оно будет храниться, это масло, тем меньше, ну, оно с каждым днем окисляется, и тем меньше пользы оно оставляет. Масло сыродавленное – это лекарство от всех болезней, кроме смерти. Настолько я лично продукта более целебного, более сильного. Ну, не знаю. Лечебный эффект растительных масел действительно уникален, однако все больше экспертов по всему миру все чаще говорят о том, что человеку полезнее употреблять в пищу то масло, которое выросло в той местности, где и он сам. Усвоение организмом родных продуктов более предсказуемо и генетически обусловлено. Получается, нашим гражданам не стоит налегать на оливковое, пальмовое или масло из абрикосовых косточек, а найти здоровую альтернативу среди масел традиционных для России – льняное, подсолнечное или горчичное. При этом жидким золотом могут по праву называться как первые, так и вторые, ведь полезных свойств и в тех, и в других хоть отбавляй. Поточить карандаши можно нетрадиционным способом, хотя в мире есть вообще масса вещей, которые можно использовать весьма не по назначению. По этому поводу есть огромное количество советов в сети, давайте посмотрим. У кого бы узнать, как его заточить? Ну, конечно, у блогеров в интернете. Без них мы бы и не догадались, что одной рукой надо держать карандаш, а другой – нож. А если ножа нет, точить топором. У автора ловко выходит, но девушкам такой способ явно не подойдет, уверена блогер под псевдонимом Кэти Ли. Пока муж на работе, она откопала в его инструментах вот такую штуковину и нашла ей применение. Мы берем карандаш, вставляем наш шуруповерт, закручиваем его и... Не надо и все понятно и без комментариев. Главное – не упустить эту точилку из рук, а то вечером от мужа достанется. А может, у кого-то дома стоит без дела токарный станок? Для чего же он нужен, как не для заточки карандашей? Смотрите, какие ровные получаются. Блогеры раскрывают секреты правильного забивания гвоздей. Главное ведь что? Не отбить себе пальцы. Эти хитрости помогут. Достаточно зажать мелкий гвоздик между зубьями расчески и сделать пару ударов молотком, чтобы он зафиксировался. Ваши пальцы на безопасном расстоянии. А как вам держалка из карандаша с ластиком на конце? Просто и удобно девушкам на заметку. Вдруг жизнь заставит молотком поработать. Но героини этого ролика почему-то забивают на все советы. Держат гвозди голыми руками. Бить неважно куда, да? Сначала поставить. И чтобы он чуть-чуть пошел. У меня мышцы, конечно, классные, но... Готово. У этой дамы 16 тысяч подписчиков, но лишь 7 человек поставили лайк за ее инструкцию по применению перфоратора. Как думаете, почему? Вот этой фигни бояться не надо. Это тот же самый миксер. Как мы раньше жили без их советов. Не умели ни посуду мыть, ни полы, ни даже пользоваться шваброй. Слава блогерам! Посвятили в тайное знание. Автор этого ролика учит нас экономии. Как вымыться всего тремя литрами воды. Смотрите внимательно и включайте голову. Надевайте ведерко и стройки освежают ваше бренное тело. Главное успеть, пока все не вытекло. Ну а теперь загрузим в ваш чистый просветленный мозг подборку советов для легкой жизни от блогера по имени Дамир. Он штампует их десятками, сотнями. 5 миллионов человек уже оценили эти перлы. Вот, к примеру, как можно использовать алюминиевую банку. И теперь на такой печке вы сможете расплавлять воск и даже жарить яичницу. Не канал, а просто кладезь вдохновения для сатириков в интернете. Андрей Афонин, популярный пранкер, автор видеоблога Афоня ТВ. сегодня в необычной для себя роли антисоветчика. Разоблачает тупые советы блогеров. Мини-печь он сделал. Я хочу утром встать и пожарить яичницу себе на мини-печи. Ой, ребятушки, сейчас завтрак вкусный будет. Ах, хорошая яичница. Нормально все. Вот так. Сейчас мы яичницу-то сделаем вкусную. О, Нариман, привет. Будешь яичницу? Я тут как раз делаю яичницу. Количество лайков зашкаливает 140 тысяч, но Афоня не унимается. Возьмите прямоугольный пласт пенопласта. И теперь, когда вы наполните ванну, чтобы не искать мыла, вы можете просто расположить его на нем. Стоять! Как ты можешь принимать ванну без моего лайфхака? Но критика только подстегивает фантазии. И вот уже новая серия. Автор собирает лайки и продвигает свой канал. Выходит, пословица «Совет дороже денег работает и в интернете»? А сейчас, внимание, мне кажется, самое важное новое сегодняшнего дня, поэтому короткой строкой. Певица, телеведущая, участница знаменитого, нашумевшего телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова, скорее всего, беременна. Все эти появились фото со съемок телешоу «Дом-2», где певица и ведущая Оля Бузова предстала с округлым животом. Хотя до этого певица демонстрировала исключительно стальной пресс. Ну, может быть, поел хорошенечко человек перед тем, как сделали это фото. А тут сразу надумали беременную. Ну, вот такой вот уж у нас народ. На представленных кадрах видно, что звезда разговаривает с участником проекта Романом Гриценко. Так это или нет, на самом деле, покажет время. Ну, а сейчас всезнающая Олеся Корряк расскажет о том, что интересного происходит на всем земном шаре. Олеся, доброе утро, тебе слово. Доброе утро, коллеги. И удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители. Итак, вот какова информационная картина дня. На данный момент. Способ реинтеграции Приднестровского региона в состав Республики Молдова будет определен на референдуме. Об этом заявил президент Игорь Дадон в эфире общественного телеканала. По его словам, конкретные сценарии реинтеграции будут обсуждать после парламентских выборов. Глава государства затронул также и вопрос назначения новых министров. Глава государства заявил, что после парламентских выборов необходимо предпринять и дальнейшие действия для свободного передвижения на обоих берегах Днестра. И что нужно развивать политический диалог. Для Приднестровского региона не может быть другого сценария, кроме как войти в состав Республики Молдова. После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные варианты этой реинтеграции. И очень важно, так как по этой теме много слухов и толкований, чтобы любая форма реинтеграции, взаимосуществования обсуждалась с гражданами Молдовы в рамках референдума. После того, как найдется общий знаменатель, вариант реинтеграции предложат международному сообществу, добавил Дадон. Говорил президент и о новых кандидатах в министры, Сильвий Радо и Николай Чубук. По его мнению, чтобы руководить какой-либо сферой, ее нужно хорошо знать изнутри. Здесь в первую очередь важен опыт и профессионализм, профессионализм, подчеркнул президент. Я еще раз обсужу этот вопрос с премьер-министром, чтобы узнать, готов ли он внести некоторые изменения в эти предложения в случае, если аппарат президента не утвердит одного из кандидатов. После этого я решу, подписывать назначение или нет. С сегодняшнего дня Ливи Волканович и Светлана Чубатарь перешли в разряд экс-министров. Игорь Дадон уже подписал указ об отставке главы Министерства сельского хозяйства, регионального развития окружающей среды и министра здравоохранения, труда и социальной защиты. На освободившиеся должности партия демократов выдвинула Николая Чубука и Сильвию Раду. Но занять кресло они смогут только после письменного согласия главы государства. Почему финансы поют романсы? Жители столицы говорят, что практически все средства тратят на пропитание и коммунальные услуги. Об отдыхе и развлечениях многие даже не задумываются и без того едва сводят концы с концами. Согласно статистике, прожиточный минимум для жителя Кишинел составляет чуть более 2000 леев. Однако горожане с цифрой не согласны. Они утверждают, что месяц городской жизни обходится минимум в 5000 леев. Многие жители столицы сетуют, что на коммунальные услуги, питание и транспорт уходит львиная доля зарплаты. Люди говорят, что от посещения кафе или ресторана нанесло бы семейному бюджету серьезный ущерб. А о поездке на море и вовсе остается лишь мечтать. Большая часть дохода уходит на выживание. Коммунальные услуги дорогие, еда тоже. Живем от пенсии до пенсии. О развлечениях забыли. Последний раз отдыхали с детьми в 90-х годах. Чтобы прожить, необходимо минимум 10 тысяч леев. Это в первую очередь на коммунальные, еду и транспорт. Надо платить и за ребенка. Он же ходит в школу. Это не бесплатно. На жизненно необходимые уходит тысяча леев в неделю. Это лекарства и разные расходы на детей. 5 тысяч леев может и хватает. Трачу на продукты. За один поход на рынок тратишь тысячу леев. Одной семье, состоящей из двух человек, хватило бы 10 тысяч. Это без детей. А с детьми еще больше надо. Накануне Нацбюро статистики опубликовало данные по прожиточному минимуму для граждан столицы. Этот показатель в сравнении с предыдущим годом возрос на 1,6%. И сейчас составляет 2061 лей. Но цифра вызывает у горожан лишь горькую усмешку. По их словам, двух тысяч леев хватит разве что на оплату платежек. А на жизнь ничего не останется. Думаю, это невозможно. Это очень мало. Цены высокие на еду, коммунальные услуги. Если верить статистике, дешевле всего проживание обходится жителям сельской местности – 1830 леев. В среднем же прожиточный минимум по стране составляет около 1895 леев. Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова. Если вы студент и мечтаете работать на благо всего народа, есть шанс отправиться на стажировку непосредственно в парламент. Набраться опыта смогут 25 учащихся о последних курсах, докторанты и магистранты, молодые специалисты из академических и научных кругов и представители гражданского общества. Пройти стажировку во время осенней сессии можно будет в секретариатах постоянных комиссий и в управлениях секретариата законодательного собрания. О других актуальных новостях в рубрике «Короткой строкой». Задачей повысить качество молока задалось Министерство сельского хозяйства. Требования планируют ужесточить ко всей молочной продукции, за исключением той, которую производят и в индивидуальных хозяйствах для личного потребления. В Минсельхозе разработали новый технический регламент с требованиями к содержанию упаковки, этикеткам, транспортировке, хранению и продаже всей линейки молочной продукции. Соблюдать новые нормы придется не только местным, но и импортным производителям. До 5 октября проект будут обсуждать на публичных слушаниях. Максимум усилий пообещал приложить Николай Чубук, кандидатуру которого выдвинула накануне Демпартия на должность министра сельского хозяйства. Сейчас претендент на министерский портфель возглавляет агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Чубук заявил, что новое назначение стало бы для него вызовом. Он считает предложение премьера и руководства ДПМ важным проявлением доверия и большой ответственностью. Теперь уже бывший глава Минсельхоза Ливиу Волканович написал в соцсетях, что работа в правительстве была необычным опытом. И хотя команда выкладывалась по полной, результаты не всегда зависят от приложенных усилий. Успеха в своей возможной замене Сильвии Раду пожелала Светлана Чеботарь. Отправленная сегодня в отставку министра здравоохранения, труда и социальной защиты, написала в соцсетях, что целью ее работы в правительстве было реформирование и улучшение ситуации в обоих секторах. По словам Чеботарь, вместе с коллегами они пытались найти решение, чтобы добиться положительных сдвигов. Экс-министр поблагодарила за сотрудничество команду в министерстве, коллег в системе, правительство, парламент и партнеров по развитию. Чеботарь вернулась на прежнее место главы Национального центра по переливанию крови. О снижении уровня коррупции в нашей стране доложил председатель парламента Андриан Канду в ходе выступления в Вашингтоне на дискуссионной площадке, посвященной реформам в Молдове. Он отметил, что эффективное воздействие на показатель взяточничества в важнейших сферах – налоговой и таможенной системах – оказало оздоровление законодательства и использование новых механизмов предотвращения. По словам Канду, властям удалось повысить поступление в бюджет. В период правления Кабмина Павла Филиппа он назвал временем стабилизации и восстановления. Вакцинация 90% детей станет панацеей от эпидемии кори. Такое заявление сделала накануне госсекретарь Минздрава Алена Сербуленко на заседании парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье. Чиновница сообщила, что сейчас в нашей стране привиты немногим более 87% детей. Глава комиссии Валентина Булига отметила, что нужно привлечь к дискуссии специалистов в области здравоохранения, представителей ответственных структур и религиозных культов. Госсекретарь Минпросвета Анжела Кутасевич заявила, что в настоящее время школы и детсады не принимают более 5000 непривитых детей. Напомним, причинами отказа от прививки родители называют опасения побочных эффектов, сомнения в качестве вакцины и религиозные соображения. А на данный момент наш утренний новостной блог завершен. Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра. Коллеги, вам слово. Олеся, спасибо тебе большое за представленную подборку новостей. А мы продолжаем наш утренний эфир. Филипп Киркоров, Тимоти и Егор Крид выпустили клип на песню «Цвет настроения черный», которую написал наш молдавский молодой композитор Алекс Брашавянов. В последнее время Алекс интенсивно сотрудничает с лейблом «Блэкстар». Далее цитата. «Мы с Егором, так он, видимо, по-понебратски уже говорит о Егоре Криде, сделали всю песню за 4-5 часов. К нам пришла идея подключить и Филиппа Киркорова. Егор в тот же день позвонил ему. К вечеру Филипп Киркоров пришел в студию и записал свою часть песни. Он впервые читал рэп и был удивлен, как все звучит, потому что такого он еще раньше не делал. Ночью песня уже была готова». Это говорит Алекс Брашавянов. Многие музыкальные эксперты назвали этот дуэт самой неожиданной совместной работой в музыкальном мире 2018 года. Несмотря на то, что Тимоти Киркоров раньше, если вы помните, конфликтовали, то сейчас они уже приятели. И в этом клипе король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров примерил на себе весьма неожиданный образ. Композиция является ремейком известного нашумевшего хита «Цвет настроения синий», который был выпущен в марте. «Цвет настроения черный» стал заключением трилогии. Вторым номером, в который идет совместная, записанная с Николаем Басковым, песня «Ибица». Новый клип был опубликован на YouTube несколько дней назад и уже за это время набрал 13 миллионов просмотров. В клипе хип-хоп-исполнитель Тимоти предлагает Филиппу Киркорову стать частью команды «Блэк Стар». Тот подписывает контракт, после чего они вместе с Егором Кридом спускаются в подвал, где Филипп Бедросович снимает привычные всем вот эти вот перееватые одеяния королевские и примеряет на себе нормальный модный черный прикид. Что же дальше происходит в клипе, рекомендуем посмотреть вам. На губах помада цвет ликерный, она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Целый как ламборгини, я выходя из дома выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Я выбираю брюнеток, хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа – это принцип. Светит каменным мизинцем, мы на черных конях принцип. Окей, окей, окей. Я люблю белое и желтое золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену в вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный. Мой цвет настроения черный. 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 Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней Мой цвет настроения черный В последнее время все чаще звучат хиты, а цвете настроения то оно синее, то оно черное Но давайте-ка сделаем так Пускай ваше настроение будет окрашено в тот цвет, в который захотите вы Собственно, создаем настроение мы вам На небольшую рекламную паузу идем прямо сейчас и скоро вернемся Данный материал содержит элементы рекламы Тенденции последних лет говорят о том, что люди меньше считают Вот о том, почему меньше считают и правда ли это вообще Мы сегодня поговорим с председателем Союза писателей России Лауреатом множества литературных премий Автором более 20 книг Николаем Федоровичем Ивановым Доброе утро Доброе утро Ну что, обещал, что умных вопросов задавать не буду Программа у нас информационно-развлекательная Но уже ошиблись Уже ошиблись Более 30 книг Более 30 книг А слово множество, это оно немножко все-таки меньше Ага, все понял Более 30 книг, это существенное количество Первый вопрос Цель визита в Республику Молдова Вы знаете, было приглашение, на которое я не смог отказаться Я благодарю тех, кто пригласил меня в Республику Потому что мы сейчас У нас есть тенденция в Союза писателей России Налаживать связи те, которые Ну, по известным причинам прервались Вы знаете, Екатерина как-то, когда заходила в тупик В решении какого-то вопроса Она говорила, надо посмотреть у Петра Алексеевича Наверняка он об этом думал Мы посмотрели, чем занимался Союз писателей СССР Конечно же, были обширнейшие связи Между писателями республик И та проза, та поэзия, которая исходила из Из Кишинева, из Молдавии, Молдовы Она была приятна слуху по звучанию Она была дружественной Она была в контексте всей советской литературы Поэтому я сейчас уже побывал в Латвии У нас оказалось в Латвии 31 членов из записателей России У нас очень сильное отделение в Эстонии Которое никогда не прекращало свою работу То есть теперь будем развивать и в Молдове? Вы знаете, я бы не сказал, что развивать Развивать отношения Потому что писатели были Писатели писали на своем языке На русском языке, как они привыкли писать Я приехал представиться Я приехал познакомиться Я приехал наметить какие-то контакты Которые мы можем совместно осуществлять И сказать, да Союз писателей России с вами, а вы с нами Вот вы так немножко сделали мне замечание На тему слова множество И ваша цитата Ответственным должен быть писатель Буквально за каждое слово Почему так важно? Ведь люди сейчас меньше читают Молодежь меньше обращает внимание На какие-то детали и тонкости слова в том числе Понимаете, понятие меньше читают Если в каком контексте И вырвано из контекста Если до революции 17-го года Считалось, что человек читает за жизнь Прочитывает 30 грамотных 50 книг всего То сейчас эта цифра колеблется 3000 книг за свою жизнь Поэтому множество Точность слова Я сам журналист И меня в журналистике приучили Если ты говоришь, ты отвечай, пожалуйста, за это И поэтому я этот принцип исповедую и в литературе И лично я пытаюсь добывать материал Не сидя на спине, глядя в потолок, придумывать сюжеты А все-таки добывать материал эксклюзивный Материал, который интересен Я хочу, чтобы в моих книгах и в книгах моих товарищей Если люди что-то прощали, они подчеркнули что-то новое Для себя совершенно неожиданно Начиная от рецепта на кухне И заканчивая способами выживания в экстремальной ситуации Но важно, чтобы это был абсолютно проверенный рецепт Если мы говорим о кухне И ответственности за каждое слово Здесь я бы мог кинуть и сказать «да», поскольку я гость Но я остаюсь верным принципом тому, что все-таки точность В некоторых книгах, например, в книгах об Афганистане Когда я описывал действия маджахедов У меня был способ приготовления взрывных устройств Вода, мыло, селитра и другое Вот здесь я сделал и написал такой рецепт Который никогда ничего не изготовится Ну и слава богу Хочется вот еще о чем спросить Вы говорите о том, что журналист должен все изведать на своей шкуре Я знаю, что у вас была такая очень Может быть не самая приятная для воспоминаний глава жизни Это ваш плен Это как-то сказалось на том, как вы после этого начали подходить к происходящему К написанию и так далее Когда я вышел из плена И написал книгу И через полгода мне раздался звонок телефонный Ночью Я встал, мне спрашивают Это Иванов? Я говорю, да Вот я боксер, охранник, который хотел отрезать вам уши Для меня это было немножко странно Я звоню из Грозного Особенно в контексте ночного звонка? Наверное, да Нет, я сразу подобрался Эти ситуации, они сразу бодрят Он говорит, вы знаете, я нашел вашу книгу, которую вы написали о плене И я хочу извиниться перед вами Перед вашими родными Потому что я думал, что вы напишете себя таким и таким героем Мы будем растерты в пыль и грязь А вы постарались Вы постарались все-таки взглянуть на ситуацию Немножко не то что со стороны, а изнутри И мы не нашли здесь ничего обидного для чеченского народа Вот поэтому я извиняюсь Поэтому для меня очень важно писать такие книги, которые Которые не то что воспитывают, а которые не сеют вражду И, наверное, где-то трогают Потому что я уверен, для этого человека, который вас набрал тогда ночью, это несомненно было очень трогательно Я думаю, а как еще? Эмоции, понимаете? Книга – это эмоции Сюжет, сюжет Человек-писатель, когда начинает работать над книгой Лично я Извините, что на себя показываю Но это личный опыт, за который я отвечаю Я сначала ищу тональность книги Сначала тональность А потом уже о чем будет сюжет развиваться Вот о чем еще хочется спросить Есть такая фраза, которая принадлежит одному из классиков Поэт в России больше, чем поэт Было довольно давно Поэт в России сейчас Это как? Какой он? Когда мы готовили съезд 15-е съезд у записателя России Это было в феврале этого года И я попросил, затребовал из своих организаций Дать сведения, что мы с тебя представляем Численный состав мужчин и женщин Работа в жанре И я очень порадовался Я одной цифре очень расстроился Второй цифре очень порадовался Я расстроился тому, что... Количество мужчин обрадовались количеством женщин? Мужчин, естественно, больше Мужчин где-то у нас 65% Женщин поменьше, да Я не порадовался тому, что у нас всего 4% писателей моложе 32 лет Но я порадовался тому, что Россия поэтическая страна В России 67% поэтов Из числа писателей Поэтому мне иной раз кажется, что Вот что поэт скажет, то и будет в стране Вот как поэт определит норму нашего нравственной высоты Так и будет Поэтому поэтам внимание очень высокое И я, например, констатирую, что поэты посильнее сейчас, чем прозаики в России Это первое И второе... Второе... Есть такая еще фраза, кроме... Это Екатушенко Кроме фраза другая Что... А вы знаете, с какого ссора растут стихи? Стихи растут только из любви Не из ссоры, из любви Из любви к отечеству, из любви к ближнему Из любви к человеку, о котором пишешь Золотой век российской поэзии снова будет или нет? Вот таким вопросом я хочу, наверное, закончить нашу с вами беседу А вот это уже оглядка на нашу молодежь Которую мы очень активно привлекаем соцписателей Мы создали Союз молодых литераторов 32 отделения уже по всей России Молодежь идет активно Молодежь умница Они прекрасны Они настырные Я влюблен в них Они рвут подметки Они готовы рвать по стромке И у них очень многое получается Я верю, что приходит молодежь Она очень сильно хорошая И мы еще будем вспоминать их имена Может быть, не наши переходные А их имена мы будем вспоминать Ну что ж, вам огромное спасибо за то, что вы приехали к нам в страну За то, что налаживаете связи между поэтами и писателями разных стран А за это вам огромное спасибо И, конечно же, приятных впечатлений от нашей страны Спасибо Спасибо Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов А мы пока продолжаем наше утро Ученые открыли сахар, который помогает сбросить лишний вес Я всегда говорил, что первым в рейтинге Forbes будет тот человек, кто придумает, как есть, при этом не толстеть Однозначно Ученые выяснили, что сахар под названием моноза оказался крайне эффективным средством по борьбе с лишними килограммами Если начать принимать его в детстве Это они выяснили, проводя опыты над мышами Да, далее цитата Наши открытия в очередной раз подчеркивают, какую важную роль играет микрофлора в работе метаболизма Тем не менее, полный характер работы этого сахара пока остается загадкой даже для нас Это заявил Хадсон Фрис из исследовательского института СБП в Лахое Это в Соединенных Штатах Америки В последние годы ученые приходят к выводу, что степень ожирения человека и его предрасположенность к этому Зависит не только от его поведения, спортивного образа жизни, не только от структуры его генов, но и от того, как устроена его микрофлора Сахар благотворно сказывался на мышах, которые употребляли его с самого раннего возраста, тем самым блокируя их ожирение А вот на мышах, которые принимали его уже в зрелом возрасте, он не работал Тем самым эти мыши, которые питались абсолютно одинаково, были все-таки склонными к ожирению Аналогичным образом, как предполагают ученые, данный сахар будет влиять и на работу человеческой пищеварительной системы и микрофлоры Они планируют проверить эту идею в самое ближайшее время Но вот станет ли нам этот сахар помогать сбросить вес, пока остается загадкой Лишь для одного человека в этом мире абсолютно нет никаких загадок Как она знает все, это Олеся Коряк, которая, как всегда, в нашей программе делится последними, самыми актуальными сводками новостей Олеся, доброе утро Доброе утро, коллеги, и удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители Итак, вот какова информационная картина дня на данный момент Способ реинтеграции Приднестровского региона в состав Республики Молдова будет определен на референдуме Об этом заявил президент Игорь Дадон в эфире общественного телеканала По его словам, конкретные сценарии реинтеграции будут обсуждать после парламентских выборов Глава государства затронул также и вопрос назначения новых министров Глава государства заявил, что после парламентских выборов необходимо предпринять и дальнейшие действия Для свободного передвижения на обоих берегах Днестра и что нужно развивать политический диалог Для Приднестровского региона не может быть другого сценария, кроме как войти в состав Республики Молдова После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные варианты этой реинтеграции И очень важно, так как по этой теме много слухов и толкований, чтобы любая форма реинтеграции Взаимосуществования обсуждалась с гражданами Молдовы в рамках референдума После того, как найдется общий знаменатель, вариант реинтеграции предложат международному сообществу Добавил Дадон Говорил президент и о новых кандидатах в министры Сильвий Радо и Николай Чубук По его мнению, чтобы руководить какой-либо сферой, ее нужно хорошо знать изнутри Здесь в первую очередь важен опыт и профессионализм, подчеркнул президент Я еще раз обсужу этот вопрос с премьер-министром, чтобы узнать, готов ли он внести некоторые изменения в эти предложения В случае, если аппарат президента не утвердит одного из кандидатов После этого я решу, подписывать назначение или нет С сегодняшнего дня Ливи Волканович и Светлана Чубатарь перешли в разряд экс-министров Игорь Дадон уже подписал указ об отставке главы Министерства сельского хозяйства, регионального развития окружающей среды и министра здравоохранения, труда и социальной защиты На освободившиеся должности партия демократов выдвинула Николая Чубука и Сильвию Радо Но занять кресло они смогут только после письменного согласия главы государства Почему финансы поют романсы? Жители столицы говорят, что практически все средства тратят на пропитание и коммунальные услуги Об отдыхе и развлечениях многие даже не задумываются И без того едва сводят концы с концами Согласно статистике, прожиточный минимум для жителей Акишинел составляет чуть более 2000 леев Однако горожане с цифрой не согласны Они утверждают, что месяц городской жизни обходится минимум в 5000 леев Многие жители столицы сетуют, что на коммунальные услуги, питание и транспорт уходит львиная доля зарплаты Люди говорят, что от посещения кафе или ресторана нанесло бы семейному бюджету серьезный ущерб А о поездке на море и вовсе остается лишь мечтать Большая часть дохода уходит на выживание Коммунальные услуги дорогие, еда тоже Живем от пенсии до пенсии О развлечениях забыли Последний раз отдыхали с детьми в 90-х годах Чтобы прожить, необходимо минимум 10 тысяч леев Это в первую очередь на коммунальные, еду и транспорт Надо платить и за ребенка Он же ходит в школу, это не бесплатно Купил, купил, у нас дочь на спор Я платил, да стригните зарплату На жизненно необходимые уходит тысяча леев в неделю Это лекарства и разные расходы на детей 5 тысяч леев может и хватает, трачу на продукты За один поход на рынок тратишь тысячу леев Одной семье, состоящей из двух человек, хватило бы 10 тысяч Это без детей, а с детьми еще больше надо Накануне Нацбюро статистики опубликовало данные По прожиточному минимуму для граждан столицы Этот показатель в сравнении с предыдущим годом Возрос на 1,6% и сейчас составляет 2061 лей Но цифра вызывает у горожан лишь горькую усмешку По их словам, двух тысяч леев хватит разве что на оплату платежек А на жизнь ничего не останется Думаю, это невозможно, это очень мало Цены высокие на еду, коммунальные услуги Если верить статистике, дешевле всего проживание обходится жителям сельской местности 1830 леев В среднем же прожиточный минимум по стране составляет около 1895 леев Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова И новости спорта в завершении Свой первый гол в чемпионате Израиля забил футболист сборной Молдовы Раду Гынцарь Нападающий Хапуэли из Хайфы на 29-й минуте открыл счет в домашнем матче против Бейтара и Иерусалим Однако одержать победу команде не удалось Мать завершился со счетом 2-2 О других новостях из мира спорта в нашем обзоре Победный старт Молдавский теннисист Раду Албат вместе с грузином Николазом Басиалашвили В одной восьмой финала парного разряда на турнире Mosel Open Обыграл французский дуэт Уга Гумберт-Жу Вильфрид Цонга Со счетом 5-7-6-4-10-8 В одной шестнадцатой финала одиночного разряда Албат сыграет с французом, занимающим 68 место в рейтинге ATP С 19 по 25 сентября женская сборная Молдовы Ю-17 примет участие в отборочном мини-турнире чемпионата Европы 2019 Турнир по футболу пройдет в нашей стране Сыграют команды Англии, Исландии, Азербайджана и Молдовы И болеть надо уметь УИФА намерен наказать Федерацию футбола Беларуси за поведение фанатов в матче с Молдовой Болельщики белорусской команды во время матча Лиги наций и в Минске и в Кишинеу скандировали политические речевки и жгли фаеры Действия фанатов были отмечены в докладе делегатов УИФА Велика вероятность, что по итогам заседания дисциплинарных органов на Белорусскую Федерацию футбола наложат санкции В минувшие выходные в Одессе с публичной лекцией «10 историй, которых могло не быть» Выступил президент Федерации триатлона Республики Молдова, участник сотни международных соревнований Дмитрий Волошин В лектории послушать семинар собрались более 50 спортсменов разного уровня Волошин рассказал о 10 мотивирующих историях из своей жизни, которые привели его к сегодняшним достижениям От так называемого офисного планктона до серебра на марафоне на Северном полюсе Собравшиеся узнали подробности о марафоне в Мюнхене, восхождении на Монблан, покорении Гибралтара А также о забеге через Сахару, увлечении фридайвингом и прохождении Айронмен По словам спортсмена, самый важный критерий в его жизни, чтобы все, что происходит с ним, было интересно его будущим внукам Три россиянки составят конкуренцию в сборной Молдовы двум экс-украинкам Федерация биатлона Молдовы направила в Россию официальный запрос с просьбой одобрить смену спортивного гражданства трем российским спортсменкам Об этом сообщает информационный портал Молдова Спортс МД Самой титулованной в списке является Екатерина Шумилова, которая много сезонов провела в основной сборной России и выступала на Олимпийских играх Компанию ей составят Алена Ладыгина и Анастасия Толмачева Как сообщили в Союзе биатлонистов России, организация не намерена препятствовать переходу спортсменов Вариант выплаты компенсации за биатлонисток Молдавская Федерация даже не рассматривает Средств на это у организации попросту нет А на данный момент наш утренний новостной блог завершен Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра Коллеги, вам слово Олеся, спасибо тебе большое за то, что делишься с нами самой актуальной информацией Ну а мы поговорим далее о новостях вне политики Есть несколько вещей, которые расстраивают людей с утра Первое, подгоревшие сырники Да Это то, что расстраивает тебя, я знаю Вторая вещь, это что, пробки у нас на улице? Абсолютно верно Третье, расход автомобиля Ну это, конечно, сейчас для тех, кто добирается до работы на собственном авто Вот специально для тех, кто как раз за рулем своего автомобиля едет на работу Мы совместно с нашим топливным партнером компании Вента разыгрываем приз Приз заключается в 2000 лев и дисконтной карте для того, чтобы вы могли заправляться на любой заправочной станции этой сети Все, что нужно сделать для выигрыша, это прямо сейчас отправить слово Вента на номер, который вы видите на экране В конце месяца мы случайным образом выберем победителя Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Данный материал содержит элементы рекламы Вот, правда, говорят, красиво жить не запретишь И сейчас очередное этому доказательство В отеле Дубая появился капучино Вот, казалось бы, что такого в этой новости? А капучино не простой, капучино золотой Знаменитый отель Бурж-Аль-Араб в Дубае добавил в свое утреннее меню золотой капучино Отныне посетителям предлагают с 8 до 11 утра попробовать капучино не простой, а золотой Чашечка кофе обойдется вам в 24 доллара Стоимость напитка это объясняется тем, что он украшен золотой фольгой из золота 24-х карат Кофе также подают шоколадный зефир Гранд Крю, украшенный такими же золотыми хлопьями О количестве желающих испробовать этот золотой напиток пока не сообщается Слушай, ну не так уж и дорого для Дубая, хоть раз в жизни можно же себе позволить? Нормально, я так понимаю, зарабатывают мои коллеги, да? В отличие от меня, судя по всему, золотой кофе за 24 доллара мелочи, а приятно, да, Таис? Ну хорошо, тем не менее, вот все-таки ты понимаешь, что такой кофе – это прекрасный способ не только зарядиться с утра, но и поднять себе настроение, правильно? Правильно, пьешь себе золотой капучино, понимаешь, что у тебя в жизни явно все хорошо, ты в Дубае, мама, я в Дубае, можно такие сообщения писать на родину Но опять же, о чем это говорит? Мы сейчас будем рассказывать о том, каким образом не только с помощью золотого капучино избавиться от осенней хандры Об этом нам сегодня поведает Кристина Курачева Наступил новый учебный год, несущий новые радости и новые проблемы А для кого-то и старые, многие дети со страхом ждут возвращения в школу, где им приходится терпеть нападки, а то и издевательства одноклассников Школьная травля – не специфическая проблема какой-то одной страны или одной эпохи Это неизбежное следствие существования детского коллектива Неизбежное зло, с которым можно и нужно что-то делать Первый компонент – очень многое зависит от родителей Когда родитель должен помочь своему ребенку адаптироваться в новой социальной среде И в частности, один из феноменов, который присутствует в нашем обществе Когда родители ребенка говорят «ты у меня самый лучший» Или «ты самый красивый в мире ребенок» И, конечно, мы понимаем, что лично для родителей этот ребенок самый лучший А если говорить вообще по отношению к социуму, то это далеко не так И вот очень важно, и это предложение может стать неврозоподобным Когда ребенок вдруг вырастает и приходит во взрослый мир И оказывается, что там есть другие дети Которые могут быть по каким-то признакам лучше Умнее, красивее, музыкальнее, талантливее Не знаю, по-любому другому И тогда ребенок закрывается И здесь очень важно, чтобы родители изначально показывали ребенку, что есть разные люди Что тебе может нравиться цветок синего цвета, но рядом есть другой цветок желтого И он кому-то нравится желтый Но для меня ты лучше, а для всех мы все люди разные И точно так же, как тебе что-то не нравится, так и другому может что-то в тебе не нравиться И когда ребенок изначально с детства это понимает, ему это прививается, что мы все люди разные То ему не так сложно принять ту ситуацию, когда дети в классе о нем отзываются не очень корректно Потому что у него есть та зона, то место, где его любят любые Когда в коллективе есть агрессор, то найдется и жертва Жертвами часто оказываются застенчивые, замкнутые, неуверенные в себе дети Или же дети, вызывающие раздражение у одноклассников и даже учителей Например, очень выделяющаяся персона Агрессорами становятся дети, импульсивные, испытывающие сильную потребность господствовать И подчинять себе других И если учесть, что для сегодняшних людей младше 20 лет примерно, плюс-минус Общение, это не только реальное общение, это еще и общение в интернете То есть это абсолютно переход в виртуальный план, в виртуальный мир Где на диктофон записываются высказывания, фотографии пересылаются Делаются скриншоты переписок И это моментально становится вирусным видео, расходится по всему классу То я думаю, что тому человеку, который очень близок к подростку на этом этапе Это не обязательно родители Тоже известный феномен Мы не всегда готовы рассказывать родителям то, что с нами происходит Потому что либо мы их бережем, либо жалеем Либо по-детски уверены, что они нас все равно не поймут И скажут, да ладно, успокойся Вот ладно, успокойся, не работает Это может быть психолог, это может быть другой педагог Это может быть крестный, это может быть душевно близкий человек Он просто подростку должен объяснить, чего писать надо Как можно самому себе создать проблему И что есть на земле те люди, которые могут помочь и подсказать, как в той или иной ситуации быть Субтитры создавал DimaTorzok Далее новость из нашей любимой категории Конечно же о медведях О, это наше все В американском городе Ашвилл, это штат Северная Каролина Черный медведь вырвался из запертой машины Вообще, кстати, в последнее время как-то очень много приходит новостей с Северной Каролины Именно связанных с медведями Что-то там медведи несколько разбушевались Но тем не менее, в связи с этой новостью у меня два вопроса Как и зачем? Во-первых, как медведь попал в запертую машину Второй вопрос, зачем он оттуда вылез? Рассказываю, как все произошло Хозяйка припарковала свой автомобиль возле дома родителей и ушла В то время, пока ее не было, медведь забрался в машину, оставив дверь открытую Выйдя из дома, женщина увидела, что дверца открыта, захлопнула ее и снова ушла Не заметив медведя при этом Через полчаса женщина вернулась за своими вещами к автомобилю Увидела на стекле след медвежьей лапы Это ее насторожило Пока она размышляла, что делать далее Медведь несколько забеспокоился Нажал на клаксон Испугался, стал раскачивать автомобиль Вместе с мужем женщина попыталась открыть машину дистанционно Но к тому времени обушующий медведь уже успел сломать автоматику Тогда ее муж решился Отпер дверь вручную и отпрыгнул Медведь не стал ее открывать Однако выбрался через окно Без труда вылез После чего скрылся и не просто где, а на соседской кухне Ну, они же все-таки чувствуют, где можно хорошенечко полакомиться Как говорят мультики, все-таки метком Но, тем не менее, все закончилось благополучно На этот раз уже тогда, когда медведь благополучно удалился в сторону леса Вот ожидают ли нас с вами сегодня какие-либо незапланированные встречи Я надеюсь, что все-таки не с медведями Об этом поведает астрологический прогноз Овен Вас ждет непростой день Старайтесь сохранять самообладание И не поддаваться на провокации Хоть это и нелегко Только от вас зависит, удастся ли избежать конфликтов Сохранить хорошие отношения с окружающими Иногда в ваши дела вмешиваются люди Прежде совсем ими не интересовавшиеся Имейте в виду Руководствуются эти особы отнюдь неблагими намерениями Телец Не все идет так, как вы ожидали Вероятны задержки в делах Какие-то запланированные встречи придется перенести Это может помешать вовремя решить задачи, которые важны для вас Часто сбивают с толку окружающие Даже люди, которых вы очень хорошо знаете Удивляют своими поступками и словами Близнецы В начале дня возможны бурные дискуссии и горячие споры Возникают они обычно из-за пустяков Там, где дело касается важных вещей Вы проявляете гораздо больше уступчивости И легче идете на компромисс Старайтесь не расстраиваться из-за мелких проблем и недоразумений Рак Начало дня будет довольно напряженным Лучше не планировать на это время ничего важного Дело не в том, что вероятность неудачи высока Это не так Просто вы устаете гораздо быстрее, чем обычно Начинаете нервничать И потому допускаете мелкие, но неприятные ошибки Стоит подождать совсем немного И ситуация изменится Наступит более благоприятный период Лев День стоит использовать для отдыха Можно заниматься какими-то не слишком срочными делами Как только приходится торопиться, вы начинаете нервничать А это почти неизбежно приводит к ошибкам Прежде чем браться за что-то новое, заручитесь поддержкой надежных союзников Сегодня она вам наверняка потребуется Дева Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершить дела, начатые раньше Или найти ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли Могут поступать заманчивые деловые предложения У вас будет достаточно времени, чтобы подумать, стоит ли соглашаться Весы Благоприятный день для деловых переговоров Обсуждение вопросов, касающихся начала долгосрочного сотрудничества Смены работы, развития вашей карьеры У вас будет возможность определиться с целями и планами на ближайшее будущее Понять, чего вы хотите добиться и как это лучше сделать Скорпион Начало дня будет довольно сложным Напряженно складываются отношения с окружающими Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий Но открытых конфликтов вы не допустите Старайтесь не придавать большого значения мелким недоразумениям Не расстраиваться из-за них Стрелец День складывается довольно напряженно Приносит поводы для переживаний и волнений Вы многое принимаете близко к сердцу Чаще обычного подаетесь на провокации и делаете то, о чем позже приходится жалеть Но если не обращать внимания на мелкие неприятности Можно заметить новые возможности, которые открываются перед вами Козирог Сложный день Чем бы вы ни занимались, будьте осторожны и не спешите Велика вероятность ошибок в расчетах Решения, принятые в спешке, могут оказаться неудачными и обернуться серьезными потерями Иногда кажется, что вы оказались в безвыходном положении Обычно вы и в такие моменты сохраняете уверенность в себе Водолей Благоприятный день Вы полны энтузиазма, готовы взяться за сложные дела и способны быстро довести их до конца Возможно, неожиданные открытия, известия, которые изменят ваши планы Перед некоторыми водолеями откроются завидные перспективы в профессиональной сфере Стоит проявить решительность, чтобы не упустить свой шанс Рыбы От старых планов, скорее всего, нужно будет отказаться Вас это не огорчит, ведь новые будут ничуть не хуже Вероятно, необычные, но очень заманчивые деловые предложения Если вы примете их, то в ближайшее время вам придется много учиться и усердно работать Но и доходы заметно возрастут С новым утром тех, кто только-только к нам присоединился С добрым утром, это Таис Розумовская И Дмитрий Спиваков И новое утро на телеканале Артер Молдова, которое мы начинаем с чашечкой кофе на скафе Голд Сегодня мы узнаем, какой он кофе для богатеев Расскажем о том, сахар, помогающий худеть, это все-таки правда или вымысел? Еще о медведе Чака Норриса, возможно ли выбраться из запертой машины? Ну а помимо этого, не забудем и о более серьезных новостях О полезных советах и о том, что происходит во всем мире Но сперва несколько слов о дате сегодняшней в истории 20 сентября 1946 года состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля На конкурс было представлено 46 фильмов 11 из них получили награду Гран-при кинофестиваля От СССР приз получила картина Эрблера «Великий перелом» Золотая пальмовая ветвь, как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года 20 сентября 1934 года родилась Софи Лорен Родилась она в Риме, первой ступенькой к славе Ее стала победа на местном конкурсе красоты Это произошло уже в возрасте 14 лет А в 1952 году София познакомилась с продюсером Карло Понти Который открыл для нее двери в большое кино А позже стал ее мужем и отцом двоих детей К середине 1950-х годов Софи Лорен стала признанной звездой и секс-символом Италии С 1957 года Лорен стала активно сниматься в Голливуде Ее обаятельная улыбка до сих пор не оставляет равнодушными зрителей Софи Лорен, кстати, не скрывает своего настоящего возраста С достоинством несет свой опыт и прожитые годы Занимается благотворительностью и пишет книги Зал славы рок-н-ролла существует уже давно И за это время успел стать местом легендарным, очень почетным, статусным О попадании в него очередные легенды рока сообщают с гордостью Танцевальной же музыке лет столько, сколько и рок-н-роллу Звезд и легенд в ней предостаточно Но вот собрать ее представителей в одном месте И наградить их лаврами почему-то до этого, до 20 сентября 2004 года Никому не доводилось Да, а именно с этого дня, наконец, у легенд диско и техно появилось свое помещение В Нью-Йорке открылся зал славы танцевальной музыки Сюда заносят имена исполнителей, сделавших наибольший вклад в развитие танцевальной музыки Ну а первыми лауреатами зала славы стали Барри Уайт, Донна Саммер и группа Биджиз На церемонии открытия они официально были признаны легендами Ну и, конечно же, именинники сегодняшнего дня Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр Мы вас поздравляем! В столичном театре Михаил Именевску сегодня пройдет премьера совершенно нового спектакля Премьеру «В дни карнавала» знаменитого румынского писателя Иона Лука Караджали Сегодня можно будет увидеть в 18.30 Режиссер и сценарист Олексий Виссарион из соседней страны А роли будут исполнять молдавские актеры Имя драматурга Иона Лука Караджали хорошо знают в мире искусства Его оперы называют оригинальными, комедии смешными Юмор которых часто переплетается с трагедией Творчество писателя ценят в Европе Несколько месяцев назад Мадрид увидел постановку «В дни карнавала» Как говорят критики, комедия написана талантливо Отражает моральные принципы времен автора, национальный характер и быт Румынский актер и сценарист Олексо Виссарион называет Караджали Одним из главных своих учителей актерского мастерства Над сценарием карнавала для молдавской сцены работал с особым усердием Говорит, что успех премьеры во многом зависит от него С нашими актерами день за днем проводил репетиции Результат работы в театре теперь с улыбкой называют карнавалом 21 века Я нашел отличную трубку людей, которые хорошо работают и хотят совершенствоваться в своей профессии Я не случайно нахожусь здесь После создания спектакля «Карнавал» я смело могу назвать этот театр лабораторией творчества Добиваться успехов, подбирать самый лучший репертуар, стремиться и само руководство театра Показывают здесь то, что актуально, интересно зрителю Постановки по мотивам Иона Караджали ждали давно И вот теперь долгожданную комедию наконец покажут Сначала у нас появилась, как мы думали, наивная, но в то же время отличная идея Сегодня эта мечта реализовалась Ион Лука Караджали и Михаил Менецку были не только современниками, но и друзьями Своим творчеством они восхищали друг друга Спустя столетия две знаменитости вновь встретились Драматург, чьи пьесы заставляются дрогаться зрителя И поэт с глубоким чувством лиричности А сейчас, внимание, мне кажется, самое важное новое сегодняшнего дня Поэтому короткой строкой Певица, телеведущая, участница знаменитого, но шумевшего телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова Скорее всего, беременна Все эти появились фото со съемок телешоу «Дом-2», где певица и ведущая Оля Бузова Предстала с округлым животом Хотя до этого певица демонстрировала исключительно стальной пресс Ну, может быть, поел хорошенечко человек перед тем, как сделали это фото А тут сразу надумали беременна Ну, вот такой вот уж у нас народ На представленных кадрах видно, что звезда разговаривает с участником проекта Романом Гриценко Так это или нет, на самом деле, покажет время Ну, а сейчас всезнающая Олеся Коряк расскажет о том, что интересного происходит на всем земном шаре Олеся, доброе утро, тебе слово Доброе утро, коллеги и удачного старта нового дня всем вам, дорогие телезрители Итак, вот какова информационная картина дня на данный момент Способ реинтеграции Приднестровского региона в состав Республики Молдова будет определен на референдуме Об этом заявил президент Игорь Дадон в эфире общественного телеканала По его словам, конкретные сценарии реинтеграции будут обсуждать после парламентских выборов Глава государства затронул также и вопрос назначения новых министров Глава государства заявил, что после парламентских выборов необходимо предпринять и дальнейшие действия Для свободного передвижения на обоих берегах Днестра и что нужно развивать политический диалог Для Приднестровского региона не может быть другого сценария, кроме как войти в состав Республики Молдова После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные варианты этой реинтеграции И очень важно, так как по этой теме много слухов и толкований, чтобы любая форма реинтеграции, взаимосуществования обсуждалась с гражданами Молдовы в рамках референдума После того, как найдется общий знаменатель, вариант реинтеграции предложат международному сообществу, добавил Дадон Говорил президент и о новых кандидатах в министры Сильвий Радо и Николай Чубук По его мнению, чтобы руководить какой-либо сферой, ее нужно хорошо знать изнутри Здесь в первую очередь важен опыт и профессионализм, подчеркнул президент Я еще раз обсужу этот вопрос с премьер-министром, чтобы узнать, готов ли он внести некоторые изменения в эти предложения В случае, если аппарат президента не утвердит одного из кандидатов После этого я решу, подписывать назначение или нет С сегодняшнего дня Ливи Волканович и Светлана Чубатарь перешли в разряд экс-министров Игорь Дадон уже подписал указ об отставке главы Министерства сельского хозяйства, регионального развития окружающей среды И министра здравоохранения, труда и социальной защиты На освободившиеся должности партия демократов выдвинула Николая Чубука и Сильвию Радо Но занять кресло они смогут только после письменного согласия главы государства Почему финансы поют романсы? Жители столицы говорят, что практически все средства тратят на пропитание и коммунальные услуги Об отдыхе и развлечениях многие даже не задумываются и без того едва сводят концы с концами Согласно статистике, прожиточный минимум для жителей Акишинел составляет чуть более 2000 леев Однако горожане с цифрой не согласны Они утверждают, что месяц городской жизни обходится минимум в 5000 леев Многие жители столицы сетуют, что на коммунальные услуги, питание и транспорт уходит львиная доля зарплаты Люди говорят, что от посещения кафе или ресторана нанесло бы семейному бюджету серьезный ущерб А о поездке на море и вовсе остается лишь мечтать Большая часть дохода уходит на выживание Коммунальные услуги дорогие, еда тоже Живем от пенсии до пенсии О развлечениях забыли Последний раз отдыхали с детьми в 90-х годах Чтобы прожить, необходимо минимум 10 тысяч леев Это в первую очередь на коммунальные, еду и транспорт Надо платить и за ребенка Он же ходит в школу, это не бесплатно На жизненно необходимые уходит тысяча леев в неделю Это лекарства и разные расходы на детей 5 тысяч леев может и хватает, трачу на продукты За один поход на рынок тратишь тысячу леев Одной семье, состоящей из двух человек, хватило бы 10 тысяч Это без детей, а с детьми еще больше надо Накануне Нацбюро статистики опубликовало данные по прожиточному минимуму для граждан столицы Этот показатель в сравнении с предыдущим годом возрос на 1,6% И сейчас составляет 2061 лей Но цифра вызывает у горожан лишь горькую усмешку По их словам, двух тысяч леев хватит разве что на оплату платежек А на жизнь ничего не останется Думаю, это невозможно, это очень мало Цены высокие на еду, коммунальные услуги Не хватит две тысячи леев Очень мало Посмотрите, что где, что сколько стоит Все дорого Если верить статистике, дешевле всего проживание обходится жителям сельской местности 1830 леев В среднем же прожиточный минимум по стране составляет около 1895 леев Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова Если вы студент и мечтаете работать на благо всего народа Есть шанс отправиться на стажировку непосредственно в парламент Набраться опыта смогут 25 учащихся о последних курсах Докторанты и магистранты Молодые специалисты из академических и научных кругов И представители гражданского общества Пройти стажировку во время осенней сессии Можно будет в секретариатах постоянных комиссий В управлениях секретариата законодательного собрания О других актуальных новостях в рубрике «Короткой строкой» Задачей повысить качество молока задалось Министерство сельского хозяйства Требования планируют ужесточить ко всей молочной продукции За исключением той, которую производят и в индивидуальных хозяйствах для личного потребления В Минсельхозе разработали новый технический регламент С требованиями к содержанию упаковки, этикеткам, транспортировке, хранению и продаже Всей линейки молочной продукции Соблюдать новые нормы придется не только местным, но и импортным производителям До 5 октября проект будут обсуждать на публичных слушаниях Максимум усилий пообещал приложить Николай Чубук Кандидатуру которого выдвинула накануне Демпартия на должность министра сельского хозяйства Сейчас претендент на министерский портфель возглавляет агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве Чубук заявил, что новое назначение стало бы для него вызовом Он считает предложение премьера и руководства ДПМ важным проявлением доверия и большой ответственностью Теперь уже бывший глава Минсельхоза Ливиу Волканович написал в соцсетях, что работа в правительстве была необычным опытом И хотя команда выкладывалась по полной, результаты не всегда зависят от приложенных усилий Успеха в своей возможной замене Сильвии Раду пожелала Светлана Чеботарь Отправленная сегодня в отставку министра здравоохранения, труда и социальной защиты Написала в соцсетях, что целью ее работы в правительстве было реформирование и улучшение ситуации в обоих секторах По словам Чеботарь, вместе с коллегами они пытались найти решение, чтобы добиться положительных сдвигов Экс-министр поблагодарила за сотрудничество команду в министерстве, коллег в системе, правительство, парламент и партнеров по развитию Чеботарь вернулась на прежнее место главы Национального центра по переливанию крови Вакцинация 90% детей станет панацеей от эпидемии кори Такое заявление сделала накануне госсекретарь Минздрава Алена Сербуленко на заседании парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье Чиновница сообщила, что сейчас в нашей стране привиты немногим более 87% детей Глава комиссии Валентина Булига отметила, что нужно привлечь к дискуссии специалистов в области здравоохранения, представителей ответственных структур и религиозных культов Госсекретарь Минпросвета Анжела Кутасевич заявила, что в настоящее время школы и детсады не принимают более 5000 непривитых детей Напомним, причинами отказа от прививки родители называют опасения побочных эффектов, сомнения в качестве вакцины и религиозные соображения А на данный момент наш утренний новостной блог завершен Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра, коллеги, вам слово Олеся, спасибо тебе большое за представленную подборку новостей, а мы продолжаем наш утренний эфир Таис, чего бы ты хотела, чтобы начиналось твое утро? Давай поговорим о завтраке Завтрак, я люблю овсяную кашу Овсяную кашу, еще вариации Сырники Сырники, неплохо Дима, к чему ты ведешь? Я бы хотел, чтобы мое утро начиналось, например, вот представь, обычный понедельник, ананасы в шампанском Ох, необычный понедельник Ты понимаешь, что это скрашивает неделю однозначно вот с первого рабочего дня Дорогие друзья, поразмышлять о том, с чего бы вы хотели начать ваш рабочий день, можно во время рекламной паузы Мы скоро вернемся Данный материал содержит элементы рекламы Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джон Джонсон родился 15 декабря 1949 года в городе Флет Крик, это штат Миссури, США, в семье простого фермера Когда ему было 11 лет, его родители развелись и вместе с матерью и еще четырьмя детьми Дон переехал в Уичиту в Канзасе В подростковом возрасте у него были проблемы с законом А его актерский талант открылся еще в школьные годы, когда одна из преподавательниц помогла Дону получить театральную стипендию в университете Канзаса Дебют на экране его состоялся в фильме «Волшебный сад» Известность пришла к Дону Джонсону после роли полицейского Джеймса Сони в американском телесериале «Полиция Майами» В криминальном сериале под названием «Детектив Нэш Бриджес», который выходил на экраны с 1996 по 2001 года, он сыграл главную роль полицейского из города Сан-Франциско В настоящее время актер продолжает сниматься в телевизионных проектах Помимо работы в телевидении и в кино, он также играет в театре и пишет музыку Поклонницы называют его вечным ковбоем Еще бы, кто же не помнит легендарный фильм «Харли Дэвидсон» и «Ковбой Мальборо» А как все вздыхали по гламурному и строгому полицейскому Санне Крокету из сериала «Полиция Майами. Одел нравов» Впрочем, кому-то больше нравится обаятельный детектив Нэш Бриджес Красавчик Дон Джонсон не только сыграл этих любимых персонажей Он еще получил известность как рок-певец и отец красотки актрисы Дакоты Джонсон Словом, успешный человек с какой стороны ни посмотри А ведь его путь к славе был наполнен нешуточными испытаниями И кто знает, куда бы его занесла судьба, если бы не счастливый случай Дон Джонсон родился фактически благодаря интрижке двух деревенских подростков Его маме было 18 лет, отцу и вовсе 17 Строгие бабушки и дедушки приказали жениться и рожать А в результате молодожены даже школу не закончили Папа стал фермером, мама работала в салоне красоты Каждый год у Дона рождался братик или сестричка Только, к сожалению, бедность, бессонные ночи и скандалы В результате все-таки разрушили молодую семью Отец стал выпивать, поколачивать маму Он нас терроризировал Мама поступила правильно, подала на развод и уехала с четырьмя детьми в Канзас Так я в 11 лет внезапно оказался старшим мужчиной в семье Доне пришлось повзрослеть слишком рано Он работал на чужих фермах, чтобы помочь маме прокормить малышей Но школу все-таки закончил, потому что понимал Без образования повторит судьбу родителей А из занятий его интересовал только театральный кружок Ведь сцена была единственным местом, где не смеялись над его бедностью На сцене я мог быть кем угодно, но больше всего любил полицейских и ковбоев Видимо, я был зациклен на теме справедливости После школы Дон уезжает учиться в театральный институт Может быть, переезд поближе к Голливуду повлияет на судьбу Правда, реальность мало напоминала мечты Он снимался только в дешевых телесериалах и в массовке за еду Я ходил на прослушивание пешком по 20 километров Машину я не мог себе позволить, денег на такси не было А в Лос-Анджелесе ведь огромные расстояния И вот они, будни голливудских новичков Дон и его друг, тоже начинающий актер, снимают крохотную комнатушку В криминальном, неопасном районе под названием Западный Голливуд Жизнь и без того тяжелая Впереди и вовсе настоящий удар судьбы Дело в том, что его друга застрелили прямо в подъезде Дома какие-то бандиты Они ограбили его ради двух долларов на выпивку Именно столько им удалось выгрести из его карманов Дон уже нелепая смерть единственного друга практически сломала Если бы я пришел домой чуть раньше, убили бы меня самого Меня мучила вина, снились кошмары Вместо него должен был умереть я Но денег уехать в другой район просто нет И он продолжает жить в той проклятой квартире Работы нет, его преследуют сплошные профессиональные провалы и неудачи По сути, его ранняя биография сама напоминала черную комедию О самом главном неудачнике на фабрике грез И вот уже вечные спутники отчаяния тут как тут Дон начинает пить, личная жизнь разрушена, он по уши в долгах Путь отца-неудачника, вот что повторяется, как заезженная пластинка Донни ругает себя последними словами, но впереди только безысходность И только один шанс, судьба всегда его подбрасывает в минуту отчаяния 1984 год. Продюсеры ищут актера на роль полицейского в новый многообещающий сериал «Полиция Майами. Отдел нравов» Рассматривают только звезд. Ник Нолти, Джефф Бриджес. И вдруг красавчик Микки Рурк от роли отказался Побрезговал, ведь это сериал, а не большое кино Продюсера в отчаянии. Крутого персонажа так и нет Сотни кандидатов не подходят. Съемки пилотной серии два раза срывались И вот отчаявшийся неудачник Дон Джонсон тоже пришел на кастинг Я ни на что уже не надеялся, мне просто хотелось примерить полицейскую форму Меня сразу отвергли, 35 уже не ликвид, плюс репутация неудачника Но ведь что для других неудача, для тебя может стать счастливым билетом Кассета с пробами Джонсона случайно попалась на глаза режиссеру фильма Энтони Ярковичу Который решил пересмотреть кастинг Микки Рурка Он все еще надеялся его уговорить Он сразу понял, это тот самый герой, под которого он писал сериал Вы придумали 80-е! Посмотрите на фото, как вы тогда выглядели Ну да, дизайнер костюмов фильма как раз приехал из Италии За эту роль Дон получил золотой глобус, Эмми и множество других наград О которых он и мечтать не мог, когда был простым фермерским сынком Как по волшебству пришли и другие роли Наш Бриджес, Игра с огнем, Мачете, Джанго, Освобожденный А еще Дон Джонсон, рок-звезда Записал несколько альбомов Такой вот человек многих талантов Кстати, он тоже многодетный отец У него пятеро детей от разных женщин Но всем он старался уделять внимание Дакота Джонсон, дочка Дона и Мелани Гриффит его просто обожает А сейчас Джон старается быть примерным семьянином И проводит максимум времени со своей женой Келли и их детьми Ведь даже если счастливый случай может устроить тебе судьбу и карьеру За семейный климат в ответе только ты сам Тенденции последних лет говорят о том, что люди меньше считают Вот о том, почему меньше считают и правда ли это вообще Мы сегодня поговорим с председателем Союза писателей России Лауреатом множества литературных премий Автором более 20 книг Николаем Федоровичем Ивановым Доброе утро Доброе утро Ну что, обещал, что умных вопросов задавать не буду Программа у нас информационно-развлекательная Ну уже ошиблись Первый вопрос Уже ошиблись Почему? Более 30 книг Более 30 книг А слово множество, это оно немножко все-таки меньше Ага, все понял Более 30 книг, это существенное количество Первый вопрос Цель визита в Республику Молдова Вы знаете, было приглашение, на которое я не смог отказаться Я благодарю тех, кто пригласил меня в Республику Потому что мы сейчас, у нас есть тенденция в Союза писателей России Налаживать связи те, которые, ну, по известной причине прервались Вы знаете, Екатерина как-то, когда заходила в тупик В решении какого-то вопроса, она говорила Надо посмотреть у Петра Алексеевича Наверняка он об этом думал Мы посмотрели, чем занимался Союз писателей СССР Конечно же, были обширнейшие связи между писателями республик И та проза, та поэзия, которая исходила из Кишинева, из Молдавии, Молдовы Она была приятна слуху по звучанию Она была дружественной Она была в контексте всей советской литературы Поэтому я сейчас уже побывал в Латвии У нас оказалось в Латвии 31 членов из записателей России У нас очень сильное отделение в Эстонии Которое никогда не прекращало свою работу То есть теперь будем развивать и в Молдове? Вы знаете, я бы не сказал, что развивать отношения Потому что писатели были Писатели писали на своем языке, на русском языке Как они привыкли писать Я приехал представиться Я приехал познакомиться Я приехал наметить какие-то контакты Которые мы можем совместно осуществлять И сказать, да, Союз писателей России с вами, а вы с нами Вот вы так немножко сделали мне замечание на тему слова множество И ваша цитата Ответственным должен быть писатель буквально за каждое слово Почему так важно? Ведь люди сейчас меньше читают Молодежь меньше обращает внимания на какие-то детали и тонкости слова в том числе Понимаете, понятие меньше читают Если в каком контексте И вырваны из контекста Если до революции 17-го года Считалось, что человек читает за жизнь Прочитывает 30 грамотных 50 книг всего А то сейчас эта цифра колеблется 3000 книг За свою жизнь Поэтому множество Точность слова Я сам журналист И меня в журналистике приучили Если ты говоришь, ты отвечай, пожалуйста, за это И поэтому я этот принцип исповедую и в литературе И лично я пытаюсь добывать материал Не сидя на спине, глядя в потолок, придумывать сюжеты А все-таки добывать материал эксклюзивный Материал, который интересен Я хочу, чтобы в моих книгах И в книгах моих товарищей Если люди что-то прощли Они подчеркнули что-то новое Для себя совершенно неожиданно Начиная от рецепта на кухне И заканчивая способами выживания в экстремальной ситуации Но важно, чтобы это был абсолютно проверенный рецепт Если мы говорим о кухне И ответственности за каждое слово Я бы мог кинуть и сказать да Но поскольку я гость Но я остаюсь верным принципом тому Что все-таки точность В некоторых книгах Например, в книгах об Афганистане Когда я описывал действия маджахедов У меня был способ приготовления взрывных устройств Вода, мыло, селитра и другое Вот здесь я сделал и написал такой рецепт Который никогда ничего не изготовится Ну и слава богу Хочется вот еще о чем спросить Вы говорите о том, что журналист должен все изведать на своей шкуре Я знаю, что у вас была такая очень Может быть не самая приятная для воспоминаний Глава жизни Это ваш плен Это как-то сказалось на том Как вы после этого начали подходить К происходящему К написанию и так далее Когда я вышел из плена И написал книгу И через полгода мне раздался звонок Телефонный Ночью Я встал Мне спрашивают Это Иванов Я говорю, да Вот я боксер Охранник Который хотел отрезать вам уши Для меня это было немножко странно Я звоню из Грозного Особенно в контексте ночного звонка Наверное, да Нет, я сразу подобрался Эти ситуации, они сразу бодрят Он говорит Вы знаете, я нашел вашу книгу Которую вы написали о плене И я хочу извиниться перед вами Перед вашими родными Потому что я думал Что вы напишете себя таким и таким героем Мы будем растерты в пыль и грязь А вы постарались Вы постарались все-таки взглянуть На ситуацию немножко Не то что со стороны, а изнутри И мы не нашли здесь ничего обидного Для чеченского народа Вот поэтому я извиняюсь Поэтому для меня очень важно писать Такие книги, которые Которые не то что воспитывают А которые не сеют вражду И, наверное, где-то трогают Потому что я уверен Для этого человека, который вас набрал тогда ночью Это, несомненно, было очень трогательно Я думаю, не, ну а как еще Эмоции, понимаете Книга Книга — это эмоции Сюжет Сюжет Человек-писатель, когда начинает работать над книгой Лично я Извините, что на себя показываю Но это личный опыт За который я отвечаю Я сначала ищу тональность книги Сначала тональность А потом уже О чем будет Сюжет развиваться Вот о чем еще хочется спросить Есть такая фраза Которая принадлежит Одному из классиков Поэт в России больше, чем поэт Было довольно давно Поэт в России сейчас Это как? Какой он? Когда мы готовили съезд 15-е съезд У записателя России Это было в феврале этого года И я попросил Затребовал из своих организаций Дать сведения Что мы с тебя представляем Численность составов Мужчин и женщин Работа в жанре И я очень порадовался Я одной цифре очень расстроился Второй цифре очень порадовался Я расстроился тому, что Количество мужчин обрадовались Количество женщин? Мужчин, естественно, больше Мужчин где-то у нас 65% Женщин поменьше Я не порадовался тому, что у нас всего 4% Писателей моложе 32 лет Но я порадовался тому, что Россия поэтическая страна В России 67% поэтов Из числа писателей Поэтому мне иной раз кажется Что вот что поэт скажет То и будет в стране Вот как поэт определит Норму нашего нравственной высоты Так и будет Поэтому к поэтам внимание очень высокое И я, например, констатирую Что поэты посильнее сейчас, чем прозаики В России Это первое И второе Второе Есть такая еще фраза Кроме этого Яптушенко Кроме фраза другая Что вы знаете, с какого ссора растут стихи? Стихи растут только из любви Не из ссора Из любви Из любви к отечеству Из любви к ближнему Из любви к человеку К которому пишешь Золотой век российской поэзии Снова будет или нет? Вот таким вопросом я хочу Наверное Закончить нашу с вами беседу А вот это уже оглядка На нашу молодежь Молодежь, которую мы очень активно привлекаем Привлекаем соцписателей Мы создали союз молодых литераторов 32 отделения уже по всей России Молодежь идет активная Молодежь умница Они прекрасны Они настырные Я влюблен в них Они рвут подметки Они готовы рвать по стромке И у них очень многое получается Я верю, что приходит молодежь Она очень сильно хорошая И мы еще будем вспоминать их имена Может быть не наши переходные Какой-то период А их имена мы будем вспоминать Ну что ж, вам огромное спасибо За то, что вы приехали к нам в страну За то, что налаживаете связи Между поэтами и писателями разных стран А за это вам огромное спасибо И, конечно же, приятных впечатлений от нашей страны Спасибо Спасибо Ну что ж, дорогие друзья У нас в гостях был председатель Союза писателей России Николай Федорович Иванов А мы пока продолжаем наше утро Есть несколько вещей Которые расстраивают людей с утра Первое Подгоревшие сырники Да Это то, что расстраивает тебя Я знаю Вторая вещь Это что, пробки у нас на улице? Абсолютно верно Третье Расход автомобиля Ну это, конечно, сейчас для тех Кто добирается до работы На собственном авто Вот специально для тех Кто как раз за рулем своего автомобиля Едет на работу Мы совместно с нашим топливным партнером Компания Вента Разыгрываем приз Приз заключается в 2000 лев И дисконтной карте Для того, чтобы вы могли заправляться На любой заправочной станции этой сети Все, что нужно сделать для выигрыша Это прямо сейчас Отправить слово Вента На номер, который вы видите на экране В конце месяца мы случайным образом Выберем победителя Данный материал содержит элементы рекламы Ученые открыли сахар Который помогает сбросить лишний вес Я всегда говорил Что первым в рейтинге Форбс Будет тот человек Кто придумает, как есть При этом не толстеть Однозначно Ученые выяснили Что сахар под названием Моноза Оказался крайне эффективным Средством по борьбе С лишними килограммами Если начать принимать его в детстве Это они выяснили Проводя опыты над мышами Да, далее цитата Наши открытия в очередной раз подчеркивают Какую важную роль играет микрофлора В работе метаболизма Тем не менее Полный характер работы этого сахара Пока остается загадкой Даже для нас Это заявил Хадсон Фрис Из исследовательского института СБП В Лахое Это в Соединенных Штатах Америки В последние годы Ученые приходят к выводу Что степень ожирения человека Его предрасположенность к этому Зависит не только от его поведения Спортивного образа жизни Не только от структуры его генов Но и от того, как устроена его микрофлора Сахар благотворно сказывался на мышах Которые употребляли его с самого раннего возраста Тем самым блокируя их ожирение А вот на мышах, которые принимали его уже в зрелом возрасте Он не работал Тем самым эти мыши Которые питались абсолютно одинаково Были все-таки склонными к ожирению Аналогичным образом, как предполагают ученые Данный сахар будет влиять и на работу человеческой Пищеварительной системы и микрофлоры Они планируют проверить эту идею в самое ближайшее время Но вот станет ли нам этот сахар помогать Сбросить вес, пока остается загадкой Лишь для одного человека в этом мире Абсолютно нет никаких загадок Она знает все Это Олеся Коряк Которая, как всегда, в нашей программе Делится последними, самыми актуальными сводками новостей Олеся, доброе утро Доброе утро, коллеги И удачного старта нового дня Всем вам, дорогие телезрители Итак, вот какова информационная картина дня На данный момент Способ реинтеграции Приднестровского региона В состав Республики Молдова Будет определен на референдуме Об этом заявил президент Игорь Дадон В эфире общественного телеканала По его словам, конкретные сценарии реинтеграции Будут обсуждать после парламентских выборов Глава государства затронул также и вопрос Назначения новых министров Глава государства заявил, что после парламентских выборов Необходимо предпринять и дальнейшие действия Для свободного передвижения на обоих берегах Днестра И что нужно развивать политический диалог Для Приднестровского региона не может быть другого сценария Кроме как войти в состав Республики Молдова После парламентских выборов мы будем обсуждать Конкретные варианты этой реинтеграции И очень важно, так как по этой теме Много слухов и толкований Чтобы любая форма реинтеграции, взаимосуществования Обсуждалась с гражданами Молдовы в рамках референдума После того, как найдется общий знаменатель Вариант реинтеграции предложат международному сообществу Добавил Дадон Говорил президент и о новых кандидатах в министры Сильвий Радо и Николай Чубук По его мнению, чтобы руководить какой-либо сферой Ее нужно хорошо знать изнутри Здесь в первую очередь важен опыт и профессионализм Подчеркнул президент Я еще раз обсужу этот вопрос с премьер-министром Чтобы узнать, готов ли он внести Некоторые изменения в эти предложения В случае, если аппарат президента не утвердит Одного из кандидатов После этого я решу, подписывать назначение или нет С сегодняшнего дня Ливи Волканович и Светлана Чубатарь Перешли в разряд экс-министров Игорь Дадон уже подписал указ Об отставке главы Министерства сельского хозяйства Регионального развития окружающей среды И министра здравоохранения, труда и социальной защиты На освободившиеся должности партия демократов Выдвинула Николая Чубука и Сильвию Раду Но занять кресло они смогут только после письменного согласия Главы государства Почему финансы поют романсы? Жители столицы говорят, что практически все средства Тратят на пропитание и коммунальные услуги Об отдыхе и развлечениях многие даже не задумываются И без того едва сводят концы с концами Согласно статистике, прожиточный минимум для жителей Кишинел Составляет чуть более 2000 леев Однако горожане с цифрой не согласны Они утверждают, что месяц городской жизни Обходится минимум в 5000 леев Многие жители столицы сетуют, что на коммунальные услуги Питание и транспорт уходит львиная доля зарплаты Люди говорят, что от посещения кафе или ресторана Нанесло бы семейному бюджету серьезный ущерб А о поездке на море и вовсе остается лишь мечтать Большая часть дохода уходит на выживание Коммунальные услуги дорогие, еда тоже Живем от пенсии до пенсии О развлечениях забыли Последний раз отдыхали с детьми в 90-х годах Чтобы прожить, необходимо минимум 10 тысяч леев Это в первую очередь на коммунальные, еду и транспорт Надо платить и за ребенка Он же ходит в школу, это не бесплатно На жизненно необходимые уходит тысяча леев в неделю Это лекарства и разные расходы на детей Пять тысяч леев может и хватает Трачу на продукты За один поход на рынок тратишь тысячу леев Одной семье, состоящей из двух человек, хватило бы 10 тысяч Это без детей, а с детьми еще больше надо Накануне Нацбюро статистики опубликовало данные по прожиточному минимуму для граждан столицы Этот показатель в сравнении с предыдущим годом возрос на 1,6% И сейчас составляет 2061 лей Но цифра вызывает у горожан лишь горькую усмешку По их словам, двух тысяч леев хватит разве что на оплату платежек А на жизнь ничего не останется Думаю, это невозможно, это очень мало Цены высокие на еду, коммунальные услуги Не хватит две тысячи леев Очень мало, посмотрите на все Что, где, что, сколько стоит Все дорого Если верить статистике, дешевле всего проживание обходится жителям сельской местности 1830 леев В среднем же прожиточный минимум по стране составляет около 1895 леев Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова И новости спорта в завершении Свой первый гол в чемпионате Израиля забил футболист сборной Молдовы Раду Гынцарь Нападающий Хапуэли из Хайфы на 29-й минуте открыл счет в домашнем матче против Бейтара и Иерусалим Однако одержать победу команде не удалось Матч завершился со счетом 2-2 О других новостях из мира спорта в нашем обзоре Победный старт Молдавский теннисист Раду Албат вместе с грузином Николазом Басиалашвили В одной восьмой финала парного разряда на турнире Моссел Оупен Обыграл французский дуэт Уга Гумберт-Жу Вильфрид Цонга Со счетом 5-7-6-4-10-8 В одной шестнадцатой финала одиночного разряда Албат сыграет с французом, занимающим 68 место в рейтинге ATP С 19 по 25 сентября женская сборная Молдовы Ю-17 Примет участие в отборочном мини-турнире чемпионата Европы 2019 Турнир по футболу пройдет в нашей стране Сыграют команды Англии, Исландии, Азербайджана и Молдовы И болеть надо уметь УИФА намерен наказать Федерацию футбола Беларуси За поведение фанатов в матче с Молдовой Болельщики белорусской команды во время матча Лиги наций И в Минске и в Кишинеу скандировали политические речевки И жгли фаеры Действия фанатов были отмечены в докладе делегатов УИФА Велика вероятность, что по итогам заседания дисциплинарных органов На Белорусскую федерацию футбола наложат санкции В минувшие выходные в Одессе с публичной лекцией 10 историй, которых могло не быть Выступил президент Федерации триатлона Республики Молдова Участник сотни международных соревнований Дмитрий Волошин В лектории послушать семинар собрались более 50 спортсменов разного уровня Волошин рассказал о 10 мотивирующих историях из своей жизни Которые привели его к сегодняшним достижениям От так называемого офисного планктона До серебра на марафоне на Северном полюсе Собравшиеся узнали подробности о марафоне в Мюнхене Восхождении на Монблан, Покорении Гибралтара А также о забеге через Сахару, увлечении фридайвингом И прохождении Айронмен По словам спортсмена, самый важный критерий в его жизни Чтобы все, что происходит с ним Было интересно его будущим внукам А на данный момент наш утренний новостной блог завершен Всем еще раз желаю удачного дня и доброго утра Коллеги, вам слово Олеся, спасибо тебе большое за то, что делишься с нами Самой актуальной информацией Ну а мы поговорим далее о новостях вне политики Вот, правда, говорят, красиво жить не запретишь И сейчас очередное этому доказательство В отеле Дубая появился капучино Вот, казалось бы, что такого в этой новости А капучино не простой, капучино золотой Знаменитый отель Бурж Аль Араб в Дубае Добавил в свое утреннее меню золотой капучино Отныне посетителям предлагают с 8 до 11 утра Попробовать капучино не простой, а золотой Чашечка кофе обойдется вам в 24 доллара Стоимость напитка это объясняется тем, что он украшен золотой фольгой из золота 24-х крат Кофе также подают шоколадный зефир Гранд Крю Украшенный такими же золотыми хлопьями О количестве желающих испробовать этот золотой напиток пока не сообщается Слушай, ну не так уж и дорого для Дубая Хоть раз в жизни можно же себе позволить? Нормально, я так понимаю, зарабатывают мои коллеги, да? В отличие от меня, судя по всему, золотой кофе за 24 доллара мелочи, а приятно, да, Таис? Ну хорошо, тем не менее, вот все-таки ты понимаешь, что такой кофе Это прекрасный способ не только зарядиться с утра, но и поднять себе настроение, правильно? Пьешь себе золотой капучино, понимаешь, что у тебя в жизни явно все хорошо Ты в Дубае, мама, я в Дубае, можно такие сообщения писать на родину Но опять же, о чем это говорит? Мы сейчас будем рассказывать о том, каким образом не только с помощью золотого капучино избавиться от осенней хандры Об этом нам сегодня поведает Кристина Курачева Наступил новый учебный год, несущий новые радости и новые проблемы А для кого-то и старые Многие дети со страхом ждут возвращения в школу, где им приходится терпеть нападки, а то и издевательства одноклассников Школьная травля – не специфическая проблема какой-то одной страны или одной эпохи Это неизбежное следствие существования детского коллектива Неизбежное зло, с которым можно и нужно что-то делать Первый компонент – очень многое зависит от родителей Когда родитель должен помочь своему ребенку адаптироваться в новой социальной среде И в частности, один из феноменов, который присутствует в нашем обществе Когда родители ребенка говорят «ты у меня самый лучший» Или «ты самый красивый в мире ребенок» И, конечно, мы понимаем, что лично для родителя этот ребенок самый лучший А если говорить вообще по отношению к социуму, то это далеко не так И вот очень важно, и это предложение может стать неврозоподобным Когда ребенок вдруг вырастает и приходит во взрослый мир И оказывается, что там есть другие дети, которые могут быть по каким-то признакам лучше Умнее, красивее, музыкальнее, талантливее, не знаю, по-любому другому И тогда ребенок закрывается И здесь очень важно, чтобы родители изначально показывали ребенку, что есть разные люди Что тебе может нравиться цветок синего цвета, но рядом есть другой цветок желтого И он кому-то нравится желтый Но для меня ты лучше, а для всех мы все люди разные И точно так же, как тебе что-то не нравится, так и другому, может, что-то в тебе не нравится И когда ребенок изначально с детства это понимает, ему это прививается, что мы все люди разные То ему не так сложно принять ту ситуацию, когда дети в классе о нем отзываются не очень корректно Потому что у него есть та зона, то место, где его любят любые Когда в коллективе есть агрессор, то найдется и жертва Жертвами часто оказываются застенчивые, замкнутые, неуверенные в себе дети Или же дети, вызывающие раздражение у одноклассников и даже учителей Например, очень выделяющаяся персона Агрессорами становятся дети, импульсивные, испытывающие сильную потребность господствовать и подчинять себе других И если учесть, что для сегодняшних людей младше 20 лет, примерно, плюс-минус Общение, это не только реальное общение, это еще и общение в интернете То есть это абсолютно переход в виртуальный план, в виртуальный мир Где на диктофон записываются высказывания, фотографии пересылаются, делаются скриншоты переписок И это моментально становится вирусным видео, расходится по всему классу То я думаю, что тому человеку, который очень близок к подростку на этом этапе Это не обязательно родители Тоже известный феномен Мы не всегда готовы рассказывать родителям то, что с нами происходит Потому что либо мы их бережем, либо жалеем Либо по-детски уверены, что они нас все равно не поймут И скажут, да ладно, успокойся Вот ладно, успокойся, не работает Это может быть психолог, это может быть другой педагог Это может быть крестный, это может быть душевно близкий человек Он просто подростку должен объяснить, чего писать надо Как можно самому себе создать проблему И что есть на земле те люди, которые могут помочь и подсказать, как в той или иной ситуации быть Субтитры создавал DimaTorzok Далее новость из нашей любимой категории Конечно же о медведях О, это наше все В американском городе Ашвилл, это штат Северная Каролина Черный медведь вырвался из запертой машины Вообще, кстати, в последнее время как-то очень много приходит новостей Северной Каролины Именно связанных с медведями Что-то там медведи несколько разбушевались Но тем не менее, в связи с этой новостью у меня два вопроса Как и зачем? Во-первых, как медведь попал в запертую машину? Второй вопрос, зачем он оттуда вылез? Рассказываю, как все произошло Хозяйка припарковала свой автомобиль возле дома родителей и ушла В то время, пока ее не было, медведь забрался в машину, оставив дверь открытую Выйдя из дома, женщина увидела, что дверца открыта, захлопнула ее и снова ушла, не заметив медведя при этом Через полчаса женщина вернулась за своими вещами к автомобилю, увидела на стекле след медвежьей лапы Это ее насторожило, пока она размышляла, что делать далее Медведь несколько забеспокоился, нажал на клаксон, испугался, стал раскачивать автомобиль Вместе с мужем женщина попыталась открыть машину дистанционно, но к тому времени обушующий медведь уже успел сломать автоматику Тогда ее муж решился, отпер дверь вручную и отпрыгнул Медведь не стал ее открывать, однако выбрался через окно, без труда вылез, после чего скрылся и не просто где, а на соседской кухне Ну, они же все-таки чувствуют, где можно хорошенечко полакомиться, как говорят мультики, все-таки метком Но, тем не менее, все закончилось благополучно, на этот раз уже тогда, когда медведь благополучно удалился в сторону леса Вот ожидают ли нас с вами сегодня какие-либо незапланированные встречи, я надеюсь, что все-таки не с медведями, а об этом поведает астрологический прогноз Овен Овен Встречи придется перенести, это может помешать вовремя решить задачи, которые важны для вас Часто сбивают с толку окружающие, даже люди, которых вы очень хорошо знаете, удивляют своими поступками и словами Близнецы В начале дня возможны бурные дискуссии и горячие споры, возникают они обычно из-за пустяков Там, где дело касается важных вещей, вы проявляете гораздо больше уступчивости и легче идете на компромисс Старайтесь не расстраиваться из-за мелких проблем и недоразумений Рак Начало дня будет довольно напряженным, лучше не планировать на это время ничего важного Дело не в том, что вероятность неудачи высока, это не так, просто вы устаете гораздо быстрее, чем обычно Начинаете нервничать и потому допускаете мелкие, но неприятные ошибки Стоит подождать совсем немного, и ситуация изменится, наступит более благоприятный период Лев День стоит использовать для отдыха, можно заниматься какими-то не слишком срочными делами Как только приходится торопиться, вы начинаете нервничать, а это почти неизбежно приводит к ошибкам Прежде чем браться за что-то новое, заручитесь поддержкой надежных союзников Сегодня она вам наверняка потребуется Дева Спокойный день, хорошо подходящий для того, чтобы завершить дела, начатые раньше Или найти ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли Могут поступать заманчивые деловые предложения У вас будет достаточно времени, чтобы подумать, стоит ли соглашаться Весы Благоприятный день для деловых переговоров Обсуждение вопросов, касающихся начала долгосрочного сотрудничества Смены работы, развития вашей карьеры У вас будет возможность определиться с целями и планами на ближайшее будущее Понять, чего вы хотите добиться и как это лучше сделать Скорпион Начало дня будет довольно сложным Напряженно складываются отношения с окружающими Вряд ли удастся совершенно избежать разногласий Но открытых конфликтов вы не допустите Старайтесь не придавать большого значения мелким недоразумениям Не расстраиваться из-за них Стрелец День складывается довольно напряженно Приносит поводы для переживаний и волнений Вы многое принимаете близко к сердцу Чаще обычного подаетесь на провокации и делаете то, о чем позже приходится жалеть Но если не обращать внимание на мелкие неприятности Можно заметить новые возможности, которые открываются перед вами Козирог Сложный день Чем бы вы ни занимались, будьте осторожны и не спешите Велика вероятность ошибок в расчетах Решения, принятые в спешке, могут оказаться неудачными и обернуться серьезными потерями Иногда кажется, что вы оказались в безвыходном положении Обычно вы и в такие моменты сохраняете уверенность в себе Водолей Благоприятный день Вы полны энтузиазма, готовы взяться за сложные дела и способны быстро довести их до конца Возможно, неожиданные открытия, известия, которые изменят ваши планы Перед некоторыми водолеями откроются завидные перспективы в профессиональной сфере Стоит проявить решительность, чтобы не упустить свой шанс Рыбы От старых планов, скорее всего, нужно будет отказаться Вас это не огорчит, ведь новые будут ничуть не хуже Вероятно, необычные, но очень заманчивые деловые предложения Если вы примете их, то в ближайшее время вам придется много учиться и усердно работать Но и доходы заметно возрастут Таким было утро четверга И встречали вы его с Дмитрием Спиваковым Таис Розумовской Ну и, конечно же, мы начинали этот день с чашечки кофе Нес Кафе Гол Увидимся с вами завтра в 7 утра Пока-пока Пока Данный материал содержит элементы рекламы Одежда ведущей предоставлена магазином Орсей Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова